Как мы в своем проекте приручали такой достаточно известный в питоновских кругах и не только фреймворк под названием Celery. Немножечко такого контекста дам, то есть что за проект у нас, какого проекта мы будем с вами общаться. Ну, это стартап. И у нас достаточно много финансовых данных пользователей. То есть мы финтех-стартапы, и мы работаем с финансовыми данными, что очевидно. Нам приходится для своих пользователей запускать не менее полумиллиона задач в день. Это, наверное, меньшее, что происходит. И иногда доходит до миллиона. И это количество задач постоянно растет. С одной стороны, кажется, что полумиллиона – это не такая большая цифра. У кого-то наверняка есть и больше. Но в целом для маленького стартапа на маленьких мощностях это достаточно интересный такой объем данных. И нам пришлось столкнуться с разными интересными проблемами, пока мы сделали этот процесс стабильным. Я расскажу сегодня, в принципе, о таких вот вещах достаточно ключевых. Какие задачи мы хотели решить с помощью этого фреймворка? То есть почему мы селлари именно выбрали. Как нам селлари помог? Как мы его настраивали под свою нагрузку? Потому что с определенного объема данных без настройки к селлари уже не обойтись, к сожалению, тонкой. И как мы его мониторили. Состояние селлари, я имею в виду. Также в докладе я представлю пару своих таких утилит, ну не своих, а проектных, которые мы написали, когда нам не хватало определенной функциональности. Как выясняется, что в 2018 году такое тоже может быть. Подробнее по задачам, которые мы хотели решить. Нам требовалось либо запускать какие-то отдельные фоновые задачи, либо делать пакетные обработки задачи, то есть выгребать много задач, запускать их. У нас также встроена в систему история с Extract Transform Loads. Я чуть подробнее опишу, что значит этот процесс. С помощью селлари мы также реализуем асинхронный API. То есть оказывается, асинхронный API можно реализовать не только с помощью асинхронных фреймворков, но и с помощью вполне себе синхронных. И, конечно же, периодические задачи. Ни один проект не обходится без периодических задач. Кто-то начинает с крона, кто-то потом одумывается и переходит на что-то более удобное. Плюс ко всему этому в какой-то момент нам стало не хватать рантайм мощностей. И некоторые вещи для наших пользователей, некоторые данные мы предрасчитываем тоже на бэкграунде. И называем это триггерной архитектурой. То есть по выполнению какого-то триггера мы должны запустить таску, которая обновит какие-то данные. По подробнее про фоновые задачи, которые у нас есть. Во-первых, это любые типы уведомлений. E-mail, push. Все это посылается в фоновых задачах по триггеру. Периодическое обновление данных. У нас финансовые данные, всякие аккаунты. Мы их периодически обновляем. Также мы проверяем наших пользователей на фрод, потому что в финансовых стартапах очень много сил и внимания уделяется именно безопасности данных. И поскольку мы позволяем пользователям добавлять свои банковские аккаунты в нашу систему и можем все их транзакции видеть, то мы очень много внимания уделяем безопасности. И некоторые мошенники пользуются нашим стартапом для нехороших вещей. Например, проверки у угнанных аккаунтов, проверки баланса. Сколько на ком аккаунте есть баланс. И всякие мейнтензадачи. Что-то подкрутить, посмотреть, поправить, замониторить и так далее. Пакетная обработка данных. Те же самые уведомления, только массой. Нужно послать на 200 тысяч пользователей уведомление какое-то. Предрасчет данных. Тоже у нас достаточно большой объем данных, которые мы получаем от наших пользователей. И нам приходится их предрасчитывать, обрабатывать определенным образом и так далее. В это же понятие входит классический extract transform load. То есть мы какие-то данные загружаем, они у нас необработанные, мы их сохраняем, запускаем задачи, которые эти данные подсасывают, обрабатывают и сохраняют в другом месте, в нужном нам формате, чтобы потом мы могли их удобно использовать в UI, например. Ну а синхронное IP ни для кого не секрет, что его можно сделать с помощью простого полинга запросов. То есть фронтенд инициирует какой-то процесс на бэкэнде. Бэкэнд запускает таску, которая периодически сама себя запускает и полит результаты. И обновляет какой-то стейт в базе. Фронтенд показывает пользователю этот интерактив. Стейт меняется. Соответственно, простой полинг. Пока нам его, в принципе, хватает, в сложном случае, конечно, придется на что-то другое переписать. Соответственно, чтобы эти задачи реализовать, были у нас требования к инструментам. И, ну, конечно, это необходимый функционал. Во-вторых, мы хотели масштабировать его достаточно просто. Просто там горизонтально, например, или вертикально, или контейнеризировать. Мы хотели мониторить нашу систему, чтобы понимать, как она работает. Мы используем Sentry, поэтому интеграция в Sentry будет не лишней. И с Жанго тоже. Достаточно производительное решение должно быть, потому что задач у нас много. Ну, и очевидные вещи, что хотелось бы какой-то инструмент, который будет поддерживаться, развиваться. Ну, без документации тоже никуда. И какие сейчас есть варианты? Вот сейчас на рынке, 2018 год, какие есть варианты для решения этих задач? Когда-то давно я написал свою библиотеку. Там она набрала 35 звездочек на GitHub. Даже сейчас в некоторых проектах используется, где я ее оставил. Здесь есть свидетели. Тоже позволяло на бэкграунде выполнять задачки, но никаких брокеров вам для этого не нужно было, ни селлари, ничего. Только сервер приложений USGI. У него есть спуллер, такая штука, которая запускается как отдельный воркер. И, собственно, очень простое решение. Все задачки хранятся там в файлах, условно. И для простых проектов это хватает, но, конечно, для нашего это никак не подошло. Список, наверное, решений, которые были так или иначе нами отсмотрены. Не все из них, потому что некоторые на тот момент даже не существовали. Сейчас я бы обратил ваше внимание, наверное, на драматик библиотека, которую написал такой адепт Селлари, который пришел к тому, что Селлари, и его начал очень сильно раздражать. Он все минусы познал и решил все переписать, только очень красиво. Там он тоже сделал всякие интеграции. Там очень понятный код, авторилот при разработке. Но, конечно, новая библиотека, там у него были проблемы с лицензиями вначале. Но сейчас можно попробовать. Но в 2016 году, на самом деле, кроме Селлари взять было особо нечего, потому что нам понравился его богатый функционал, в принципе. И он тогда идеально подходил на наши задачи. То есть все. И периодические задачи были, и несколько брокеров поддерживал, и интеграции были. Все здорово. Немножко расскажу контекст следующих слайдов. То есть мы используем как месседж-брокер Redis. Я слышал много различных историй, каких-то слухов, что Redis теряет сообщение, и какой-то такой вот, что он не приспособлен быть брокером сообщений. Но на самом деле на опыте, в продакшн-опыте это не подтверждается. А как выясняется, Redis, во-первых, еще более производительнее сейчас работает, чем RabbitMQ, с Селлари, как минимум. То есть именно с Селлари. Видимо, там проблема в брокерах. И плюс реально они в четвертой версии починили брокер Redis. Он действительно перестал терять какие-то задачи при рестартах и работает достаточно стабильно. В 2016 году очень странно был такой баг в Селлари. Типа, давайте откажемся от Redis и сконцентрируемся на интеграции с Revit. Слава богу, его закрыли. В случае каких-либо проблем с Redis, например, если нам действительно потребуется серьезный такой high availability, то мы, поскольку мы используем мощности Амазона, переключимся на SQS или что-то подобное. Мы не используем результ бэкэнды для хранения результатов, потому что мы предпочитаем хранить результаты сами там, где мы хотим, и проверять их так, как мы хотим. Мы не хотим, чтобы Селлари за нас это делала. И мы используем pre-fork pool, то есть стандартно мастер процессы воркеров, которые создают для дополнительного конкуренции отдельные форки процессов. Теперь база, чтобы ввести в дело для тех, кто еще не пробовал Селлари или хочет попробовать. Unit of work для Селлари – это на самом деле задача. Здесь пример такой простой задачи, которую там посылает e-mail условный. Функция декоратор. Запуск задачи просто либо она выполняется в рантайме, либо она выполняется на отдельном ворке. То есть тот самый эффект задачи на бэкграунде. Дальше пойдут наши рекомендации, которые мы за два года использования Селлари при таких нагрузках для себя выяснили. То есть было много граблей, мы их решили, к чему пришли. Первое – это, наверное, оформление кода. То есть, как вы видели, в задаче может находиться различная логика. Вообще в Селлари способствует тому, чтобы вы держали задачки в каких-то файлах или пакеджах tasks, или импортировали их откуда-то. И иногда получается какое-то нагромождение в одном модуле бизнес-логике. Тут, скорее, даже подход с точки зрения модульности приложения правильный. Мы пришли к тому, что мы используем задачки только как запускаторы нашего кода. То есть задача – это не то, что несет в себе логику, а то, что триггерит запуск кода в бэкграунде. Весь код мы выносим в какие-то внешние классы, которые используют какие-то еще классы. И все задачи у нас, по сути, состоят из таких двух строчек. То есть все задачки вот такие. Как можно заметить, здесь передается некий ID в задачку. И во всех задачах, которые мы используем, мы передаем только маленькие скалярные данные, только ID-шники. Мы не сериализуем модели Django, чтобы их передавать. Даже в ETL, когда к нам приходит из внешнего сервиса большой какой-то блоб данных, мы его сначала сохраняем, и потом запускаем задачку, которая читает по ID-шнику весь этот блоб и обрабатывает. Это все было по причине того, что если так не делать, то мы видели очень большие, во-первых, спайки потребляемой памяти у Redis, потому что ваше сообщение начинает занимать больше данных. Просто вы большой объем информации передаете. И сеть сильно напрягается, и количество обработанных задач падает, производительность, и объект пока доходит до выполнения. То есть вы там послали какую-то модель, какие-то данные, они пока дошли до задачки, стали неактуальными. Просто объект удален. Данные нужно было сериализовать. Не все хорошо сериализуется в JSON, в Python. И нам нужна была возможность при ретрае задач тоже как-то быстро решать, что делать с этими данными, получать их снова, проверять какие-то, делать над ними какие-то проверки. Поэтому я, вот, если вы все-таки передаете большие какие-то данные в параметры, какие-то темплейты, e-mail, еще что-то, одумайтесь. То есть лучше в задачу передавать маленький скаляр какой-то с малым количеством информации. Потом по этой информации в задачке все получать. Мы еще пришли к тому выводу, ну, собственно, это Селари сам рекомендует, это идемпотентные задачи. Идемпотентность, наверное, все хоть раз слышали это слово, то есть при повторном выполнении как бы вот этого участка кода никаких сайд-эффектов произойти не должно. Очевидно, что это очень сложно сделать в некоторых задачах, особенно если у вас там какие-то взаимодействия с кучей сервисов и там двухфазные коммиты и так далее. Но когда вы все делаете, в принципе, локально, то вы можете, во-первых, всегда проверять, что данные, которые пришли в задачу, актуальны, они существуют, над ними действительно нужно совершить работу и использовать транзакции, если у вас много запросов какой-то задачки, транзакции откатятся, изменения не примутся, ну, понятная идея. Несколько интересных сайд-эффектов было у нас при диплое приложения. Неважно, какой тип диплоя используете, есть у вас Blue Green диплой или вот Rolling Update, где вы по одному инстансу гасите и запускаете. У вас всегда возникнет ситуация, когда какой-то старый код сервиса создает сообщение для нового кода воркера и наоборот. Старый воркер принимает сообщение от нового кода сервиса, потому что он раскатился впервые и туда трафик пошел. Мы много на этом ловили различных ошибок разных и теряли задачи, пока не научились поддерживать обратную совместимость между релизами. Обратная совместимость заключалась в том, что между релизами у нас задачи должны как бы работать безопасно, независимо от того, какие параметры приходят в эту задачу. Поэтому во всех задачах мы сейчас делаем резиновую сигнатуру. То есть у нас во всех задачах две звездочки Quarks, потому что когда в следующем релизе вам потребуется добавить новый параметр, вы его из Quarks'ов возьмете в новом релизе, а в старом не возьмете, и у вас ничего не сломается. Как только меняется сигнатура, Селари об этом не знает и падает. То есть с Type Error, что такого параметра нет в задаче, что ты мне его прислал. Большое количество проблем мы словили с различными тайм-аутами. Вообще не ставить тайм-ауты на задачу – это зло, потому что вы не знаете, значит, вы не понимаете, что у вас происходит в задаче, вы не понимаете, как должна работать бизнес-логика, возможно. Поэтому на все задачки, все задачки у нас обвешаны тайм-аутами, в том числе по глобальными тайм-аутами для всех задач. И для каждой конкретной задачки тоже проставлены тайм-ауты. Обязательно проставляем expires – это то, сколько задача может жить, чтобы она не накапливалась в случае проблем. И нет смысла, например, если мы сейчас хотим сообщить юзеру о чем-то письмом, и что-то случилось с задачей, она выполнится только завтра, ей нет смысла выполняться, потому что она уже не актуальна. Поэтому на какие-то нотификации мы ставим expires, достаточно маленький, типа, ну, прошел, ну, не получилось. Вот, описанные в факю проблемы, да, с Redis'ом – это visibility timeout, так называемый, у брокера Redis. Он по умолчанию час. Если в течение часа воркер видит, что задачку никто не взял, то он эту задачку файрит еще раз. То есть, например, вы поставили каунтдаун, да, выполнить вашу задачу через два часа. Через час брокер выяснит, что эта задачка еще не выполнилась. Ну, естественно, она же через два часа выполнится. И он создаст еще одну такую же. То есть, через два часа у вас выполнится две одинаковых задачи. Вот. Поэтому тут нужно иметь в виду, да, если у вас estimation time или каунтдаун превышают один час в будущем, то, скорее всего, вы получите дублирование задач, если используете Redis. Это нужно иметь в виду, это описано в факу. Очевидно, для тех задач, которые можно повторить, да, которые могут пофейлиться и могут быть повторены, используем адекватную retry policy. Там нужно с параметрами поиграться, чтобы вы внешний сервис просто не завалили случайно. То есть, если вы быстро начинаете повторять задачи, не указываете им такой exponential back-off, то внешний сервис, а может быть, даже и внутренний, у вас могут просто прилечь. И мы всегда вот эти параметры, да, особенно Max Retries, указываем явно. Retry jitter – параметр, который позволяет немножко внести такого хаоса в retry, чтобы задачки не повторялись в одновременный момент времени. Опция, без которой практически невозможно обойтись, и мы на нее наткнулись очень быстро. Ну, то есть, понятно, что почти всегда память будет течь у Python-приложения, потратите много времени, нервов, чтобы понять, почему она течет, а потом выяснится, что это даже не в вашем коде происходит. И в целом, ну, работа с памятью у Python, она такая очень спорная, поэтому всегда обязательно, ну, обязательно вы начинаете проект, вы проставляете вот этот вот лимит памяти на worker. Гарантирует вам на то, что у вас просто не взорвется однажды там какой-нибудь ОМ-киллер, не придет, не убьет все worker, вы не потеряете задачи, а Celery будет сам ресайклить эти worker когда нужно. Еще один вопрос касается приоритета выполнения задач. У нас есть всегда задачи, которые мы должны выполнять раньше всех, быстрее всех, и просто они должны быть выполнены вот прямо сейчас. А есть задачи, на которые, условно говоря, нам все равно, пусть выполняются сегодня. Вот, для этого есть параметр priority у задачки, для Redis он работает достаточно интересно, там создается новая очередь с именем вот этого, в который добавляется priority. Мы используем другой подход, такой по старинке, да, мы создаем для каждой, то есть мы создаем worker для Celery с разными важностями, то есть есть вот, ну, Celery Multi Start, кстати, это такой, тот хелпер, который помогает вам всю конфигурацию Celery на одной машине запустить из одной команд-лайны, вот. во-вторых, вот здесь вот пример, когда мы создаем ноду, ну, или worker, они еще называются, один high priority, который у нас high priority задачи обслуживает, а второй low priority, и вот для high priority, да, вот этот синтаксис, он, конечно, сбивается с толку, но там, если разобраться, все понятно, то есть для high priority мы ставим concurrency 2, для low priority 6, и high priority worker у нас читает из urgent notifications очереди, то есть два воркера постоянно обрабатывают urgent notifications, эти воркеры больше никто не займет, они будут читать только из этой очереди ваши важные задачи, а для неважных задач у нас есть low priority очередь, там 6 воркеров, и они читают, допустим, из всех остальных очередей, здесь, например, это очередь emails, и тут мы эти low priority воркеры также подписываем на urgent notifications, это помогает нам, если воркеры с high priority не справляются, то с low priority будет им помогать, вот, классическая схема, мы используем сейчас ее для приоритизации, как мы работаем с ETL, ну, чаще всего вот этот вот экстракт transform load, он выглядит как цепочка задач, каждый из которых получает на вход данные из предыдущей задачи, вот есть три задачки, процесс аккаунт, и там store account data, в salary есть такой distributed processing подход, там есть несколько полезных утилит, в том числе функция chain, которая делает вот из трех таких задач один pipeline, выделает вот такой pipeline и запускаете его, salary сама разменеджит этот pipeline, выполнит по порядку сначала первую функцию, потом данные, которые вернет первая функция, передаст во вторую, и данные, которые вернут вторая задача, извините, передаст в третью, и все закончится. Вот, так мы реализуем простые pipeline, для сложных там приходится дополнительную логику подключать, ну, нужно понимать, да, что если в этом чине возникла проблема какая-то в одной задачке, то весь чин развалился, поэтому, если вы не хотите такого поведения, то обрабатывайте эксепшены, делайте что-нибудь. Опять же, вот эта цепочка, она на самом деле внутри выглядит как одна большая таска, и к ней приотачены все таски, которые нужно запустить в этой цепочке со всеми параметрами, поэтому если вы будете злоупотреблять с количеством задач в цепочке, то вы получите такое же сильное потребление памяти и замедление общего процесса. Ну, и как бы тут, как говорится, запустил и забыл, то есть вы кастомизировать это практически никак не можете, ну, то есть есть средства, но они через чур, я бы сказал, сложные. И, наверное, с ETL'ем все. Теперь про самое интересное. Вот, как происходит пакетная обработка задач? Вот у вас есть там 2 миллиона пользователей, и нужно им послать какое-то письмо. 2 миллиона, да, там, ничего необычного. Вы пишете такую функцию, вот, я пошел по всем пользователям, чаще всего вы пишете какую-то более страшную функцию, она не только айдишники пользователей получает, ну, и вообще всю табличку юзерс вымывает, и давай там ходить по ней. Вот, и для каждого юзера запускать задачку. Вот такая задачка, 2 миллиона юзеров. Что в этой задачке не так? Идея есть? Что? Да, проблем тут несколько. Во-первых, задачи запускаются, вот эти вот, они как бы последовательно запускаются, да, то есть последняя задачка, вот двухмиллионный пользователь, он запустится где-то минут через 20, может быть, и в этот момент вот эта основная задача по тайм-ауту убьется просто, ну, не успеет дойти до конца, вы неправильно тайм-аут выбрали. Во-вторых, естественно, вы загрузили все айдишники пользователей, в лучшем случае, сначала в память вашего приложения, а потом загрузили все задачи в очередь. Ну да, вот это дело, и он сделал 2 миллиона задач. Я назвал это task flooding, на графиках это выглядит примерно вот так, то есть у вас такой прям наплыв задач, там вот, ну, и потихонечку воркеры начинают разгребаться. В этот момент что происходит? В этот момент происходит вот это, то есть как бы весь ваш проект, ну, если эти задачки используют мастер-реплику, а не там, допустим, slave, весь ваш проект начинает просто трещать, ложиться, как бы ничего не работает. То есть, например, у нас DB usage просто был 100% несколько часов, то есть мы немножко испугались. И проблема как раз вот в этом, то есть у вас растет количество пользователей, это задача, которая типа диспетчеризации занимается, она, во-первых, занимает дольше времени, во-вторых, вот происходит task flooding, то есть задачи накапливаются в очереди, и влияет это на самом деле не только на внутренние сервисы, вот я показывал нагрузку DB, но и на внешние. Вот, мы пробовали уменьшать конкурентность воркеров, то есть это помогает в каком-то смысле, то есть это помогает снизить нагрузки на сервис, да, если вы уменьшаете конкурентность, ну, или там замасштабироваться, взять просто instance побольше и так далее. Но это не решает проблему вот этой задачи генератора, которая все еще очень много на себя берет, ну, и потом мы можем зависеть от производительности внешних сервисов. Мы решили пойти с той точки зрения, что нам не нужно запускать эти 2 миллиона прямо сейчас задачи. Ну, мы их запустим, они в течение 4 часов пройдут, эти 2 миллиона, и это ок. Ну, то есть не важно, когда там пользователь получит письмо, оно не так важно. Мы сначала попробовали использовать salary chunks, но он не изменил ситуацию, потому что все равно задача полностью загружает в память всех юзеров, и, ну, воркеры немножко, конечно, отдыхают, но мы были не удовлетворены этим решением в итоге. Что получилось? Мы пробовали выставлять rate limit, да, на воркеры, чтобы они как бы только в определенное количество задач в секунду обрабатывали, и выяснили, что на самом деле rate limit, который указан как для задачи, это rate limit для воркера. То есть если вы указываете rate limit для задачи, это не значит, что задача будет выполняться 70 раз в секунду, это значит, что воркер ее будет выполнять 70 раз в секунду. И в зависимости от того, что у вас с воркерами, этот лимит может меняться динамически. И более того, если у вас какие-то медленные задачи, то у вас весь префеч очередь, которую наполняет воркер, он будет этими медленными задачами забит, и воркер такой смотрит, о, у меня эта задача в rate limit, я ее больше не могу исполнять, о, и все следующие задачи в очереди точно такие же, пусть они повисят и ждет. В итоге мы решили, что напишем свое, сделали маленькую библиотечку, которую назвали чинкификатор. Она принимает вот такой sleep timeout, initial chunk, и вызывает сама себя с новым чанком каждый раз. И этот чанк, это такая абстракция, такая над, либо над integer, какими-то списками, либо над date или date time списками. И, соответственно, мы передаем уже этот чанк в эту функцию, которая нам получает юзеров только с этим чанком. И запускает задачи только для этого чанка. Вот там не видно, но это delay, вот этот вот внизу. Таким образом, у нас задача генератора запускает только то количество задач, которая нам нужна, не потребляет много памяти. Картина стала вот такой. Изюминки добавляют то, что мы используем вот такой sparse chunk, то есть мы используем в качестве чанка айдишники инстансов BD. Ну, некоторые айдишники могут быть пропущены, поэтому и task создастся, ну, не всегда там 5000 условных. Но вот эта история, она просто немножко выровняла картину, стал процесс занимать дольше, но все живы-здоровы, как бы база не напрягается, ничего такого не произошло. Вот, это почему я вот спрашивал про Python 3.6, потому что я не адаптировал про другие версии. Можно посмотреть, как это выглядит на GitHub. Нюанс в том, что как бы это можно потом поправить, но пока для чанков типа daytime вот нужен pickle serializer, многие на это, например, не смогут пойти. И вот пара риторических вопросов, да, откуда вся информация взялась, как мы это узнали, почему все именно вот так вот происходит, это, конечно же, мониторинг. Я очень люблю мониторинг, я люблю все мониторить, люблю держать руку на пульсе, потому что если вы не держите руку на пульсе, то вы будете наступать на грабли постоянно. Такие вопросы стандартные для мониторинга, да, справляясь с текущей конфигурацией, сильно ли мы деградируем, сколько задач в очереди, а вдруг очередь уже переполнена. Несколько вариантов пробовали, у Celery есть CLI интерфейс, он достаточно богатый, но в нем сложно реально как бы что-то такое прям замониторить сложно, то есть это, наверное, больше для локальных изысков, и если вы хотите на рантайме изменить какой-то rate limit, вам нужен доступ к production broker, чтобы это API использовать. Celery Flower, он достаточно простой, честно говоря, ну, там те же самые вещи, что можно сделать с помощью CLI, только через веб-интерфейс, и то не все, очень парочка убогих, там вот, ну, четверочка убогих немножечко графиков, но в целом для маленьких сетапов он ок, просто посмотреть, как у вас все работает. К тому же он поддерживает HTTP API, то есть если вы там какую-то автоматизацию пишете, то тоже почему бы и нет. Но мы остановились на Prometheus, мы взяли текущий экспортер, мы пофиксили в нем учечки памяти, мы добавили метрики по типам эксцепшенов, мы добавили метрики по количеству сообщений в очередях, вы уже видели этот график, интегрировали с алертами в Grafana, и кайфуем, да? Я выложил его тоже на GitHub, можно посмотреть. Ну, просто примеры, как это выглядит в Grafana, статистика по всем исключениям, какие исключения, в каких тасок, смотрим, да? Ну, и время выполнения задач мы смотрим. Что же нам не хватает все-таки, да, в Seller? В общем-то, ну, развесистый фреймворк, много всего, но не хватает. Вот не хватает прямо вот этой вот маленькой фичи, да, разрабатываешь локально, поменял код, хочешь, чтобы релоуднулся он. Не поддерживай этот Seller, перезапускай. Метрики из коробки Prometheus. Мы это сами сделали, но вот я говорил про Dramatik, он умеет сам. Поддержка TaskLog. Ну, как бы, этот лог можно отдельно навернуть, но в Dramatik и в TaskTiger есть прямо декоратор удобный, который вам гарантирует, что эта конкретная задача выполнится один раз. Одновременно. То есть все остальные такие же задачи будут заблокированы. Ну, такое иногда бывает полезно. Вот. И rate limit для одной задачи. Для одной задачи, не для воркера. Какие можно сделать выводы? Вот. Какие можно сделать выводы? Несмотря на то, что все-таки Selleri это такой фреймворк, который пользуется в продакшене куча людей, но он состоит из трех библиотек. Selleri, Combo и Bilyard, если я не ошибаюсь. Все эти три библиотеки разрабатывают вот корр-разработчики. И они могут вот так вот релизнуть одну зависимость и сломать вашу сборку. Я надеюсь, что вы уже как-то разобрались и сделали ваши сборки детерминистическими. У кого детерминистические сборки уже в проекте? Кто вообще понимает, что это значит? Ладно. Вот. Ну, конечно, выводы не настолько печальные. Выводы в том, что состоят, что Selleri со своими задачами сейчас у нас справляется под нашей нагрузкой. И в принципе мы вот наработали какой-то опыт с ним, применили его и сейчас пока проблем не испытываем. мониторинг тоже является основной частью, должен являться практически основной частью вашего проекта. Только с помощью мониторинга вы сможете узнать, где же у вас что-то не так, где что-то нужно поправить, добавить, исправить. И у меня на этом все. Спасибо. Ну что ж, коллеги, сейчас будут вопросы. Я предлагаю не говорить про пизденящий душу леденец версии 3.7 и ключевым словом асинг злата рули. Так, ваши вопросы. Так, у нас есть дополнительный микрофон? Конечно, сейчас все будет. Окей, давайте по очереди. Спасибо за доклад. У меня, собственно говоря, наверное, один из основных вопросов это будет по поводу того, что почему все-таки редис. Насколько я пользовался редисом, ему не хватает при больших объемах задач, ему не хватает памяти, и он начинает выжирать диск. Ему перестает хватать диск, и все ложится. Это странная история. Вот я говорил про то, что мы не передаем в тасках большие задачи. Вот тот пик, который ты видел на графике, 60 тысяч задач приехало в очередь. Мы наблюдаем за редисом в этот момент, он занимает память 100 мегабайт. Вот эти 60 тысяч задач занимают в редисе 100 мегабайт. И по сути мы с такой проблемой, о которой ты говоришь, не сталкивались. То есть в начале, когда мы посылали в таске большое количество данных, мы постоянно получали алерты от редиса, что типа чуваки, я уже там превысил лимиты, пожалуйста, сделайте что-нибудь. Мы начали вот эту тему исправлять тем, что мы в задачах передаем только простые данные. собственно говоря, я так понимаю, вам потребовалось для мониторинга использовать скажем так некую обертку в связи с тем, что редис не предоставляет возможности понаблюдать за тем, как он живет, сколько у него задач в очереди и так далее. Допустим, RedMQ предоставляет возможности в вебке посмотреть, какие очереди, сколько задач в ней, какая условно нагрузка и так далее. появится вот эта метрика количества. да. Ну, это как бы нюансы. Если бы кто-то собрался и написал для редиса такой тоже какой-то инструмент, который это все абстрагировал, ну, почему бы и нет. спасибо. Большое спасибо за доклад. У меня такой вопрос. Смотри, ты нам показывал свой чанкер, который самописный, по сути, через дилей делает просто пачками грузить задачу, да? Да. Почему это не сделать стандартными инструментами, например, хордой, которая запускает после себя еще одну хорду? Ну, потому что мы не используем Resolve Backend. Хорда, чтобы запустить после себя Callback, требует наличия Resolve Backend, потому что, чтобы запустить вот этот Callback в конце задач, которые ты передаешь в хорду, ну, хорда это одна из тех вот Distribution Processing штук, типа как чейна, работает как? Вы ему передаете набор задач и задачу типа Callback, которую выполнить только после того, как все задачи завершатся. А вот чтобы понять, что все задачи завершились, Селари использует Resolve Backend внутри себя. Оно просто смотрит, ага, все задачи завершились, я могу выполнить Callback. Поэтому мы не используем Resolve Backend, и мы думали, смотрели, как это может нам помочь, переход на хорду в этой ситуации, и поняли, что нам не стоит это делать. Нам проще вот такую штуку написать. То есть проще, чем включить Resolve Backend, готовый, написать свое поверх. Да, потому что с Resolve Backend там это своя основная, это свой набор проблем с Resolve Backend, которые, если ты его не вычитываешь или еще, ты, ну, как бы, не вычитываешь его, то ты можешь получить действительно какие-то утечки памяти, и, ну, то есть мы не хотим, и я, кстати, сейчас не уверен, что если мы даже включим Resolve Backend и включим хорду, то она нам поможет. ну, то есть конкретно здесь у тебя эта задачка запускается через определенный тайм-аут с определенным чанком. То есть... Нет, ты, может, не понял, какой паттерн я предлагаю. То есть у тебя первая часть задачи, которая идет в группу, она идет точно таким же размером, как идет один чанк. После этого хорда, который обрабатывает, запускает группу с ETL-ем следующим. То есть у тебя все равно вот этот вот временной фрейм оконный, он сохраняется, просто... Ну, как у тебя следующая группа узнает, какие данные ей запустить? Коллеги, это очень хорошее обсуждение для кофебрейка и кулуаров. Собирайтесь через пять минут. Давайте следующий вопрос. Спасибо за доклад. У меня такой вопрос, опять же, по поводу Redis. Вы используете Broadcast? Нет. Ну, то есть, я не помню, то есть мы его не используем, я не знаю, что точно используют в Селлере внутри брокера, я знаю, что оно оперирует просто с... то, что я смотрел, но оно оперирует со списками в Redis и делает BL-попы, там, пуши и так далее. На самом деле Redis не умеет в Broadcast, это вот очень большая проблема, поэтому я и спросил. А, ну, ладно. Хорошо, давайте это потом. Да, потом. Есть issue на GitHub, там написано, Redis не умеет в Broadcast, и это до сих пор открыто, и в течение года даже, или больше. Поэтому... Окей, да, не используем такой паттерн распространения задач, не используем, не поддерживает, ок, будем знать, спасибо. так, там вот. Спасибо за доклад. В первую очередь хотелось бы немножко уточнить или поправить про visibility timeout, который работает не совсем так. А visibility timeout отрабатывает не тогда, когда задача была взята из очереди. visibility timeout отрабатывает тогда, когда от воркера пришел акк на то, что эта задача получена или выполнена воркером, и конкретно селлари умеет слать акк, когда задача получена и когда задача выполнена успешно. И в этой связи, особенно если используются retry, очень нужно внимательно настраивать visibility timeout и остальные timeout, чтобы вместе с retry эта задача не вылетела за visibility timeout и повторно не выполнилась. Спасибо. Это первое, да. Но это касается не только резисов, в том числе на том же SQS ровно такая же история. Вопрос, соответственно, следующий. Когда я работал с селлари и с очередями, очень большой проблемой для нас была надежность. И хотелось бы уточнить, как вы настроили надежность доставки и как настроен сам редис, чтобы не просыпать. То есть какая архитектура, кроссдоса, не кроссдоса, что вы с ним сделали, чтобы было надежно. Спасибо. Спасибо за вопрос. Мы в том-то дело, что ничего с ним не сделали. Мы хостимся на Амазоне. За нас многое делает Амазон. Он предоставляет вот этот High Availability Redis, который на самом деле не настолько High Availability. Есть мастер, есть реплика, есть кластер, режим. Но Амазон сам автоматически делает файловер в случае чего-то. Единственное, что мы заметили в рамках тестов, что когда он делает файловер, мы все-таки потеряли несколько сообщений, потому что до сих пор неизвестно, почему мы их потеряли. Ну, потому что Селари не смогла их очевидно записать в Redis и не делала ретраи на эту тему. Поэтому мы их потеряли. Но с тех пор пошло много времени. Мы с этим ничего не делали. Это у нас такой известный техдолг. Вот. Но в целом Селари из коробки поддерживает конфигурацию с Sentinel, с Redis Sentinel. То есть по идее если вы в какой-то клауд-платформе, она за вас это менеджит. Если вы сами его настраиваете, видимо, какая-то конфигурация либо с Sentinel, либо с кластером ваш вариант. Вот как-то так. А тогда еще один небольшой вопрос. А в чем для вас преимущество Redis амазоновского перед тем же SQS, который обеспечивает большую гарантию. надежности, насколько я понимаю? Преимущество в том, что нам удалось его поднять достаточно быстро. И нам не пришлось что-то дополнительно изучать на эту тему, смотреть. Этот инструмент, с которым мы уже работали, он уже был в проекте, поэтому, когда пришло время запускать задачи, мы подумали, решили, давайте начнем с Redis. Как обычно, историческая причина. И с тех пор мы им пользуемся. Я, как показывал на одном слайде, возможно, если дальше нас что-то не устроит, будем мигрироваться. Спасибо. Вот так. Спасибо за доклад. Два вопроса. Вопрос первый про идемпотентность. Допустим, у нас есть какая-то таска, которая совершает какую-то неидемпотентную операцию в каком-то внешнем сервисе. Ну, не знаю, создает по какой-то внешней опишке какие-то объектики. И вот у нас в этой таске, где-то в середине ее выполнения там случается exception, все там прерывается и так далее. Вы пробовали реализовывать, если вот есть у вас такие задачи, пробовали ли реализовывать какой-то такой откат, то есть, если мы понимаем, что случилась ошибка, нам нужно вернуть там, как бы состояние на внешнем сервисе в какое-то изначальное, то, что было до таски. Это первый вопрос. И второй вопрос. Допустим, у нас есть задача, что каждый час в очередь посылается там много-много-много тасок, и для нас очень важно, чтобы эти таски отработали за час. Ну, вот такая задача. То есть, встречались ли вы с такими задачами и как вы их решали? Спасибо за вопрос. Сы. Первый вопрос про эдемпотентность. Конкретно у нас таких задач нет. Но этот вопрос мне постоянно задают. Я даже прочитал несколько статей про ивент-сорсинг и про CQRS-подходы. Это просто паттерны, которые можно прочитать, реализовать у себя и использовать их для отката таких вот задач. То есть, ивент-сорсинг, понятно, что вы сохраняете каждый свой ивент, вот этот запрос во внешний сервис, это ивент, у вас получается цепочка событий, если в этой цепочке что-то пошло не так, вы обратно ее разворачиваете и откатываетесь. Мы это у себя не имплементировали. Просто теоретические знания, потому что у нас пока такой задачи не стояло. Пока нам хватает транзакции, потому что база. Это касательно первого вопроса. Второй вопрос про задачи. Когда нужно определенное количество задач сделать за час, очевидно, что выбора немного. первое, это нужно либо поднять определенное количество воркеров, которые успеют разгрести это за час. то есть, у вас есть миллион задач и у вас есть два воркера. Вы экспериментируете одну задачку, один воркер выполняет, ну, там, не знаю, 100 миллисекунд. Дальше идет простая математика, сколько вам нужно воркеров, чтобы за час разгрести n количество задач. Правильно? А если мы не можем предсказать нагрузку, которая возникнет в определенный час, ну, то есть, там, это количество задач недетерминировано. Количество недетерминировано? Да. Тогда есть вариант использовать автоскейлинг. Во-первых, Селари поддерживает автоскейлинг, вы можете указать минимальное, максимальное количество воркеров, и если воркеры будут загружены количеством задач, Селари запустит еще. Либо вы можете автоскейлить вашу инфраструктуру каким-то образом. Например, на AWS есть такое понятие автоскейлинг группы. То есть, вы по определенным поинтам в мониторинге указывается, если достигнут определенный предел, запусти еще несколько инстансов с этим приложением. В таком случае, мне кажется, только вот вариант с автоскейлингом, если не детерминированное количество задач. Спасибо. И мониторить. Спасибо за доклад. Собственно, вопрос про одну из проблем, которую вы озвучили в конце. Это про создание задачи, которая должна выполняться только один раз в единицу времени. Скажите, вы сталкивались с такой проблемой и решали ли вы ее? Как вы ее решили, если решали? Мы сталкивались с этой проблемой и решили ее локом в Redis. То есть, у нас есть такие долгоиграющие задачи, которые люди могут запускать из админки. Но эти задачи должны одновременно выполняться только один раз. То есть, мы не должны давать возможность эту задачу запустить из админки во второй раз. Поэтому мы взяли библиотеку, по-моему, называется Redis.log или что-то такое, и на эту таску, то есть, когда эта таска стартует, мы делаем этот лок, соответственно, когда она завершается, мы лок отпускаем. И на основе этого лока смотрим, если он уже взят, то типа кидаем exception, извини, ты не можешь больше запускать эту задачу. Там же можно, ну, то есть, если у вас другая история, да, вам нужно запустить три задачи, но так, чтобы они не накладывались друг на друга, а шли sequential последовательно, то можно настроить так, что как только таска видит лок, она замирает и ждет, пока лок отпустится. Но такую историю мы не реализовывали. Вот. Простой лок на Redis. ответ. Так, вижу. Спасибо за доклад. Хотел бы спросить, а вы используете только ну, таски, которые функциями определены, класс-based таски не юзаете? Нет. Ну, то есть, смотрите, там эта история, она вообще достаточно странная, то есть, там можно было от класса таск наследоваться и вообще разные истории применяться, но это плохая история. Не стоит наследоваться от класса таск, потому что здесь как раз тот самый момент, когда лучше делать композицию. Потому что у класса таск куча разных методов, внутренних свойств и так далее. Вы, ваш класс может случайно заклэшиться с одним из них. Поэтому как без практиц я бы порекомендовал не использовать эту фичу и сами ребята из Селлери говорят, не нужно наследоваться. Либо байндите таску к, ну, типа к функции, то есть можно передать параметр байнд в задачу и вам в Селл придет класс таски. И вот этот класс, вот этот инстанс таски лучше оборачивать в какой-то ваш класс, то есть композицию использовать. Передавать этот инстанс в другие классы, чтобы с ним как-то работать. Вот это наш подход. Я вначале там показывал, как у нас все таски состоят из двух строчек. Вот мы таким образом модульность поддерживаем приложение. Остальные вопросы из зала мы зададим уже в лаунж зоне и теперь у нас со Златой последний очень сложный вопрос к тебе. Какой из вопросов тебе больше всего понравился? Мне понравились вот два вопроса от молодого человека в в клетчатой рубашки про то, как делать задачи демпатентными и второй вопрос, как разгребать много тасок. Злата, какую книжку мы хотим подарить? Ну, есть книжка про машинное обучение. нормалек. Будет хорошим сувениром. Аплодисменты! Спасибо.